Всем привет! Ну что, вот и наступил он, этот эпохальный день. Дан последний, ну или предпоследний, в общем, очередной решительный бой проклятой олигархической гидре. В кругах левой оппозиции, как обычно, соперничали два подхода. Сходить за КПРФ, не ходить вообще. Тот, кто, как я, опять никуда не пошел, был вновь объявлен агентом Кремля, буржуазией, трусом, предателем, засланным казачком. В общем, все как обычно. Я уже не раз объяснял, в чем логика моего отношения, точнее, отсутствие какого-либо отношения к выборам. Попробую сформулировать еще раз, вдруг получится. Сейчас, когда уже дело в любом случае сделано. Завтра у многих наступит краткосрочная депрессия, вслед за приступом которой нас опять начнут агитировать что-нибудь поддержать. Во-первых, давайте еще раз. В этих выборах, так же, как и во всех предыдущих выборах, участвует ровно одна партия. Партия национального капитала. У нее может быть много вывесок, но партия ровно одна. В области массовой агитации и пропаганды условно эту партию можно назвать партией телевизора. Она представлена этим электрическим прибором. Надежды, возлагавшиеся недовольными всех мастей на единственную конкурирующую партию, партию Ютуба, партию иностранного капитала, ну, учитывая юрисдикцию компании Google, на днях пошли прахом. Партия национального капитала и партия иностранного капитала очевидным образом договорились. Вот такие пироги. Что это все означает? Один из провластных телеграм-каналов делает очень, на мой взгляд, уместное предположение. Цитирую. На руку политадминистраторам сыграли и последствия встречи Путин-Байден. США практически никак не отреагировали на зачистку команды Навального. А удаление приложения умного голосования из магазинов Apple и Google говорит о наличии договоренностей по невмешательству во внутреннюю политику друг друга. Видите, как интересно. Это должно бы, наверное, образумить многих поклонников самого Навального. Напомнить этим людям известную цитату. Как думаете, из кого? Обеспечьте 10% прибыли капиталу, и капитал согласен на всякое применение. 20% он становится оживленным, 50% готов сломить голову, 100% попирает ногами все законы, 300% нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы. Иными словами, помогли тебе, сынку, твои ляхи. Ну да бог с ними, с Навальнистым. Ясно же, что женевские договоренности между российской олигархией и олигархией международной возможны только по одному единственному пункту. Самому важному для Америки пункту сегодня по поводу отношения России к драке Америки с Китаем. Кстати, можно ли было представить столь безропотную капитуляцию Google, Apple, YouTube, Telegram перед властями и Гонконга, к примеру, совсем недавно? Впрочем, оставим эти гадания пикейным жилетом. Я же хочу поставить точку в споре по поводу выборов. Маркс говорил, самая крепкая крепость – это человеческая голова. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар над умами живых. Речь не о том, чтобы срывать выборы бойкотом. Речь исключительно о том, как выбить из голов рабочих, связанные с выборами предрассудки. Здесь самое удобное сравнение – это религия. Сегодня вера в то, что на буржуазных выборах появляется какая-то возможность что-то изменить и на что-то повлиять, эквивалентна вере в эффективность молитвы за здравие, за упокой или за спасение души. Научно доказано, поход в церковь никак не влияет ни на ваше будущее, ни на политическую ситуацию, ни на здоровье, ни на что вообще. Но сотни тысяч людей продолжают участвовать в молитвах, надеясь интенсивностью и искренностью песнопений повлиять на свои личные перспективы. Абсолютно точно, аналогичным образом известно, проверено многократно, доказано – участие в буржуазных выборах в России уже давно никак не влияет на положение подчиненного класса. Нет, выцарапывают из Ленина цитаты, пытаются защищаться ими, но Ленин не знал Эллу Памфилову. В сегодняшних условиях классу наемного труда невозможно добиться ни смягчения положения, ни уступок, ни уж тем более перехода в свои руки всей полноты власти. Голосование по своему влиянию на ситуацию полностью равнозначно молитвам о дожде. О чем очень хорошо и наглядно перед выборами высказался президент Башкирии, например. В политике очень жесткие правила. И первое правило, вот я вам хочу сказать, первое правило – власть, она никогда просто так не дается. Власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Вот точно так же, я сейчас не буду про Единую Россию, поскольку кто-то меня, чтобы не обвинили. И точно так же, вот я сейчас здесь нахожусь, в определенной политической системе, власть. Потому что не бывает всегда, чтобы все 100% проголосовали. Вот эта власть, это царство небесное, наверное, когда-то наступит, я не знаю, нет. Но всегда власть определенной большой группы людей, за которыми стоят большие группы людей, захватываются. Поэтому там идет жесткая борьба, а ты должен быть готов. Однако одни люди продолжают ходить в церковь, а другие – на избирательные участки. Когда Маркс говорил, что религия – опиум народа, он имел в виду то, что вера позволяет человеку не обращать внимания на истинные причины своего бедственного положения, уповать на чудесные перемены, до последнего момента откладывать радикальные методы борьбы. То есть, грубо говоря, применять гомеопатию там, где помочь может только хирургия. Но вид скальпеля повергает больного в ужас, поэтому он до последнего будет жрать горстями биологически активные добавки – красные глазированные пилюли. Ну, пока метастазы не проникнут во все органы, и к скальпелю не придется обращаться в любом случае. Таким образом, сегодня идет спор не между голосовать и не голосовать – это дело десятое. Спор ведется между идеалистами, верующими, верующими в чудеса, и материалистами, понимающими чудес. Не бывает, не бывает чудес. Материалисты атакуют не сами выборы, забудьте. Выбор – дело сто двадцать пятое. На выборы наплевать. Материалисты атакуют мифы. Они атакуют религию. Они атакуют идеалистическое представление масс о ситуации. Они атакуют веру в саму возможность перемен через голосование. И тех, кто эту веру насаждает. Задача, таким образом, не в том, чтобы сорвать выборы бойкотом. Задача в том, чтобы развеять представление, будто выборы несут в себе шанс. Забудьте, у вас нет никакого шанса. Нет никакого шанса. Все значительно хуже, чем вам хотелось бы думать. Выборы проходят в параллельной реальности, вас нет в этой реальности. Ни участие, ни неучастие в выборах никаким образом не изменят положение дел. Если Бога нет, нет необходимости посещать литургию. Если выбор и спектакль, нет смысла скакать вокруг избирательного участка. Результат известен заранее. Вся моя почта завалена свидетельствами того, что происходило, происходит и будет происходить. Но я даже не хочу их публиковать, чтобы не расчесывать комариные укусы. Особо упертых современных большевиков может позабавить вот это видео, присланное нам кандидатом в местные депутаты из Химок. Добрый день, друзья. Меня зовут Мочеврианин Зураб Николаевич. Я являюсь кандидатом в совет депутатов городского округа Химки по 4 округу. На избирательном участке 3161 выявлены ручки с исчезающими чернилами под воздействием огня. Ручка привязана к кабинету. Реальное положение дел, политическая ситуация зависит не от голосования раз в два года, от совершенно других факторов. От экономического кризиса, от безработицы, от эксплуатации, от профсоюзной борьбы, от международных отношений, наконец. Вот этим и следует заниматься. Чтобы когда искомые факторы сложатся в требуемую комбинацию, не оказалось, что все ваши познания и навыки сводятся к заполнению электронного бюллетеня. Редактор субтитров А.Семкин